Всем привет! Доехала до меня вот эта штука, которая называется Gaggle X Extension Module. Давайте посмотрим на него каратенечко сегодня поближе, поймём, для чего он нужен, для кого он нужен, стоит ли его заказывать бесплатно владельцам XOV, пока есть такая возможность, или покупать в дальнейшем. Ну и попробуем разобраться, что это вообще из себя представляет. Поехали! Приезжает этот модуль вот в таком вот пакете, ничего особенного из себя не представляющего, никакой защиты не имеющая. Давайте его быстро разупаковывать и смотреть, что там есть внутри. Внутри у нас есть липучка для того, чтобы приклеить это на ваши очки. Внутри у нас есть кабель питания раздвоенный, вот так он выглядит. И на этом всё. Кабеля, например, AV здесь нету, потому что предполагается, что раз вы заказываете этот модуль бесплатно, то вы покупали Gaggle X, а с Gaggle X у вас в комплекте уже шёл соответствующий кабель. Ну и в двух словах, что это вообще такое. Это нахлобучка, которая вот лепится таким вот образом на ваш Gaggle X. Вот сюда. И добавляет вам функционал хэдтрекера и возможность подключать какие-нибудь аналоговые видеоприемники вот такого вот плана с пинами напрямую к очкам. Подключается это всё дело через кабель питания. И где-то у меня на столе эта штука болталась. И вот такой вот кабель, который идёт в комплекте с очками, 5 пин на 4 пина. И если его у вас нету, вам необходимо будет его докупить отдельно. Окей, давайте смотреть на неё поближе. Это алюминий, все дела, сделано здорово, красиво, вон даже фасочка снята, всё блестит. И пока я не взял её в руки, я прям собирался хвалить Caddx, потому что сделано действительно визуально хорошо. Но потом оказалось вот это. То есть, ну, блин, просто нет слов. То есть, ребят, ну, здорово выглядит. То есть, мало того, что это нашлёпка, которая встраняет дефект, который изначально был заложен в очках. А именно, недостаточное количество оси по хэдтрекеру и невозможность подключить аналоговый приёмник нормально, только через какие-нибудь переходники. Ну, так ещё и вот эта замечательная, премиальная практически коробочка, которая действительно выглядит замечательно и здорово, гремит как погремушка. Давайте посмотрим, почему она так гремит, разберём её и, может быть, нам всё станет понятно. Внутри у нас ничего нет, кроме одной платы, которая абсолютно ни на чём не делится, просто лежит в алюминиевом корпусе. Ну, и, естественно, понятно, что она там гуляет и дребезжит. То есть, на самом деле, можно было бы добавить немножко какого-нибудь, я не знаю, уплотнителя вот здесь. Уплотнителя вот здесь, где у нас выходит АВ-выход, АВ-вход. И уже такой проблемы не было. Она бы лежала там вполне нормально. Вот эта. Она упирается сюда. Положите тоненькую какую-нибудь прокладку сюда. Дайте, желательно липкую. Дайте возможность, чтобы это всё не болталось вот так вот. Ну, окей. То есть, просто доведите это до ума. Но доводить до ума будем это самостоятельно. Как говорится, дарённому коню в зубы не смотрят. А почему дарённому? Потому что владельцы Гагглов Икс до, по-моему, 31 марта 2005 года могут получить эту вещь бесплатно. Через Кадиксов, если покупали очки напрямую у них на сайте. Или через продавца, у кого покупали. Ну и то она из себя представляет. Как мы видим, в общем-то, она достаточно знакома выглядит всем владельцам Кадиксов. Да и, наверное, DJI в версии второй очков. Выглядит она очень и очень похожа. Вот, наверное, вот на такую штуку. Об этой штуке мы поговорим чуть позже. Здесь у нас практически всё то же самое. За исключением вот этой вот платки. Вот эта квадратная платка, налепленная сверху. Это как разки хэттрекер. Новый доработанный хэттрекер, который позволит вашим Гагглам Икс работать в паре с гимблами, которые они сейчас продают у тебя на сайте. Ну окей. Ладно, это всё, возможно, придирки. Потому что всё-таки функционал она, надеюсь, свой выполняет. Доработать это можно и самостоятельно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы доработанное это было и в начале, опять-таки, завода. В целом, выглядит она достаточно компактно. Я, честно говоря, по фотографиям почему-то ожидал большего. Хотя, на самом деле, понятно, что больше она не может быть, поскольку она рассчитана под верхнюю крышку Гагглов Икс. И то хорошо. Как вы видели, крепится на Гаггла Икс она при помощи вот такой вот липучки. Ну, так себе, честно говоря, решение. Я бы, наверное, предпочёл велкру. Какую-нибудь велкру, особенно, если кто знает, которая в TBF Tango 2, на которой держится аккумулятор внутри. То есть, это не обычная, которая тряпичная. А такая пластиковая, она плотная, и она не сыпется, не осыпается, не рассыпается. Но при этом хорошо вполне держит. Ну, окей. Ладно, липучка, так липучка. На чём крепить это дело на очки? Это уже, конечно, выбор ваш. То ещё здесь есть. Здесь ещё есть некоторое количество выходов, которые позволят превратить ваши очки в настоящую клумбу. То есть, налепить сверху, наверное, ещё дофига с чего можно. Поскольку здесь у нас есть выход в батки напрямую. Двухпиновый разъём. Выход GROUND 5 Вольт. Выход GROUND 5 Вольт ПВМ. Это, я так понимаю, от HeadTracker. И выход SVBUS, аудио, граунд и 5 Вольт. Но, в целом, это сейчас задействовать вам не обязательно. Для того, чтобы это всё работало, достаточно просто вот взять, установить их на очки. Воткнуть питание. Вот этот кабель, который у нас идёт в комплекте. Один разъём в сам модуль. Второй разъём воткнуть в очки. Я предполагаю, как-то вот так вот. Ну и, соответственно, подключить всё это дело вот этим кабелем, который у вас идёт из комплекта с очками. Чутрёхпиновый у нас втыкается сюда. А 5-пиновый у нас идёт в очки. И что нам обещают, что это дело нам позволит, помимо того, что добавит функцию HeadTracker для работы с их подвесами, как я уже говорил, так и то, что оно будет поддерживать большее количество вот этих видеоприёмников. Давайте быстренько проверим. У меня есть два видеоприёмника. Один от АКК, который, как известно, прекрасно работал через вот эту уже показанную плату расширения. Прекрасно работал с Google MX. Ну, как прекрасно, с учётом того, как они принимают этот AV-сигнал. И вот этот приёмник от Spidiby, который не работал через эту плату. По-быстрому сейчас соберу сетап. Попробуем для начала вот через этот приёмник, а потом через плату расширения. Мне очень интересно, будет ли работать через неё PDB-шний приёмник. Ну вот, чтобы совсем не быть голословным, у меня вот здесь будет мониторчик, который будет показывать мне картинку. Сперва мы возьмём вот эту плату. Кстати, в отличие от Cadix'ов, здесь поддерживается питание только от 2S до 4S. И выходит из него также 2,4S. Cadix'ы поддерживают на этой плате от 2 до 6S. Что мы берём? Мы берём, например, для начала, мы берём АКК-шний приёмник, который работает. Втыкаем 5-пиновый кабель в очки. Запитываем наш модуль расширения за 12 долларов. Включаем приёмник. Зажимаем на 3 секунды или сколько там. Пикнули очки. Переключились в аналоговый режим. Сейчас я покажу вам получше, что действительно там картинка есть. То есть вот она абсолютно та же самая картинка, что мы видим на мониторе. То есть модуль АТКК с очками Cadix работает вот изначально. Теперь второй вариант. Выключаем этот модуль. Подключаем модуль от Spdb. Специально поставил антенну, чтобы не путаться со Spdb. Включаем его. Точно так же, думаю, видно, что А1. И что нам показывает Cadix? И очки нам показывают в целом ничего. То есть очки нам показывают вот такую кашу. Если сейчас переключиться на HDMI, обратно на цифру, и снова на аналог, то нам, по идее, сейчас показывают просто синий экран. Да. Итак, мы убедились, что не с каждым модулем работает вот имеющийся в продаже переходник. Проверим, исправляет ли ситуацию extension board от Cadix. Включаем DC-in. Включаем кабель для очков. Включаем наши очки. Подключаем для начала снова АККшный модуль, который точно работает. Подключаться можете в любую из этих двух линеек, какая вам удобнее. Подключились. Модуль запитался. Уже хорошо. Переключились на аналоговый режим. Смотрим, что у нас есть. Так, АКК по-прежнему работает. Вот мы имеем через extension модуль картинку с АКК. Отлично. Теперь подключаем модуль с PDB, который ранее не работал. Даем питание. Снова один канал. Смотрим, что у нас есть по картинке. Момент истины. И вот действительно со спидбишным модулем работает. То есть эта плата расширения добавляет нам действительно поддержку дополнительных модулей, с которыми раньше очки не работали. Отлично. Это самое главное, наверное, что следовало про это узнать. Из минусов DWR по-прежнему не извезли. Как вы видели, DWR мы писать нигде не можем. А вот, кстати, даже когда он установлен, в него и модуль, и все подключено, оно все равно дребезжит. Как же это прям... Ну вот как это можно было пропустить, а? Главное, что работает. Ну окей, наверное, на этом самое интересное, что можно было про этот модуль сказать. Все. Добавилась действительно поддержка дополнительных приемников, которые раньше вы не могли подключить к очкам. Ну и давайте небольшой итог. Кому это надо? Если вы собираетесь летать на аналоге с гагглами X, или если вы собираетесь использовать хэдтрекер для работы с их подвесом, то вам это однозначно надо. Поэтому заказывайте, не теряйте времени до 31 марта 2025 года. Вы можете получить ее бесплатно, если сумеете подтвердить факт покупки. Плюсы в ней, по сравнению с вот этой платой, как я вижу, у нее есть два плюса. Первое, эта плата поддерживает питание в максимум 4S. Чаще всего у нас все-таки в кармане, наверное, болтается батка либо 6S, либо 2S, как у меня, но 6S, наверное, чаще. И второе, по сравнению с вот этой платой, Caddx все-таки действительно провели какую-то работу над ошибками и расширили список поддерживаемых приемников. Вот, например, как мы проверяли на SPDB, который с той платой не работает, с платой от Caddx все-таки работает. Можно похвалить. Единственное, что алюминий, тут плата металлическая. Следите за тем, чтобы ничего не закоротить. Че-нибудь подложите между платой и корпусом. Я думаю, все-таки лишним не будет. Ну и на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вопросы постараюсь ответить. Всем счастливо, всем пока!